Итак, с вами Дубгай, и мы начинаем играть за богейми в Кайзершизу. У богейми на самом деле внезапно очень много фокусов, я вот заметил это, и решил немножко поизучать их и выбрать для себя подходящий. Скорее всего, пойдем мы вот сюда, в стратарную демократию, создадим, конечно же, Чехословакию, мы, очевидно, не будем оставаться под Австрией, а потом тут есть интересная пансловистская идея, к которой мы и будем стремиться. Так что поехали, а если вы еще вдруг не подписаны, абсолютно подписывайтесь, а мы начинаем. И у нас тут есть стартовый фокус замок в 1936 году, получаем мы фабрику. Кстати говоря, по промке мы очень много где будем получать всякие домики, какие-то здания, да. Вот тут есть выбор получить минус бунт, либо плюс бунт, потом получить военный завод, либо потом получить фабрики. И, конечно, я буду бунтовать, но фабрики дороже военных заводов, так что, очевидно, будем брать фабрики, мы на жадничах. Ну и все, наша армия должна готовиться к военным действиям против Австрии. Это будет 100% восстание, потом уже и сама война с Австрией. Единственное, какие-то очень мелкие провинции, надеюсь, что мы станем на них хорошо. Вот наш прекрасный лордный вентик, если вам хочется прочитать эту стену текста, то вы можете ее прочитать, а мне не хочется. Ну, у нас есть возможность построить две авиабазы и 16 алюминия получить. Это звучит неплохо. Делать мы этого, конечно, же не будем. Из духов у нас тут есть следы коронации. В общем-то, у нас тут очень много проблем с сельской местности, проблемы с немцами, проблемы с Австрией. Будем потихоньку все решать. А самое главное нам, пожалуй, переформировать наши дивизии под вот это вот, наверное, стандарт. Но все-таки как-то более-менее порядочные такие дивизии создать. Как бы вот это все не очень интересно. Вот это все, очевидно, неинтересно. Поэтому мы распускаем вот эти дивизии. Конечно же, распускаем вот эти дивизии. Эту дивизию так вот обозначаем. И все, что не эти дивизии, тоже мы распускаем. Отлично. Скорее всего, она придется распустить вот эти дивизии. В принципе, вообще-то так и надо будет сделать. Потому что мы будем переформировать новые только уже с лопатой. И в идеале 21 либо 26 на фронтах. И не будем терять винтовки, потому что мы будем обучать их вот здесь, а не тренировать в бою. Точнее, тренировать в поле. В бою то они не будут тренироваться. Там уже они будут реально воевать. Ну, кстати говоря, я смотрю, 400 машинок уже на старте. Из чего я делаю вывод, что нам они сразу и не нужны. Таболитики мы тоже отменяем. Ну, как-то вот так бы нам распределить, наверное, наше производство. И происходит крак пиржи классический вопрос. Дойдет ли он до нас, если да, только этим образом? Да, доходит. Причем постоянным, очень неприятным модификатором. Конечно, это не немецкие 50тнп. Но, тем не менее, вопрос, где мы будем с ним бороться? Наверное, в этих фокусах. Посмотрим. И да, я немножко, видите, поискал. Да, так и есть. В этих фокусах есть различные варианты справления с этим, как бы, черным подельником. И единственное, я смотрю, что это прям далеко идет. То есть, это не уберется полностью, походу, в вот этих фокусах. А только потом, когда мы уже станем в числаке. То есть, с нами в черный понедельник будет очень долго. Так, еще один какой-то ивентик у нас лорный. Великий старик империи. Ага. Где бы мы были без него? Рассказывают нам о чешских немцах. Опять-таки, им нечего бояться. Но, нечего бояться, нам три стабильности отняли. Значит, что-то все-таки боятся. Делаем вот такие дивизии. Классические наши, 21 ширины. На самом деле, у нас даже, как бы, хватает снаряжения. Все, понятно, что чуть-чуть не дохватают. Но, в пределах, в пределах. Объединенные. О, вращение российских социалистов. Ага, пошла гражданская война в России. Понятно. И обеденный бакалказер, это как раз-таки, рассказывает про наше чешское стекло. Это да. И вот, наши первые дивизии готовы. И они, как бы, уже, уже готовы. Реально, полностью. Все такое, наверное, ПВО еще я закинул когда-нибудь. Но не сейчас. Пока что на ПВО, наверное, у нас все-таки не хватит ни исследований. И, тем более, производства. Так что, уже вот эти вот, уже достаточно дорогие дивизии. Мы заряжаем сюда. И делаем, пожалуй, как-то вот так, наверное. Сначала пускай новые дивизии делаются, а потом уже заполняются существующие. Но существующие пускай сразу тренируются. Потому что баф от, 25% от обучения очень сильный. И тут уже, смотрите, временная республика Сибирь появляется, которая боится. Короче, тут еще вон за байкасики. Короче, Россия распалась, и произошло ТНО. А ничего хорошего, конечно же, это не сулит Россию. Первую политику мы однозначно тратим на экономику, мобилизацию. Но пока что у нас фокусов никаких нет. Мы все-таки, видимо, ждем, пока у нас Масарик этот умрет. Как видите, это в один момент произойдет автоматически. И вот, ну, у нас однимут политку, поэтому давайте дождемся, да, так вот поставить. А теперь можете и политку отнимать. У меня с нас президент, и у нас сейчас начнутся выборы. Кандидаты, как известно. И вот Австрия выражает свои соболезнования. Да, минус одна стабильность. Отличные соболезнования. В Великобритании взрывы, бомбардировки. Пера действует в Британии. Какие-то интересные события. Я обычно такого не видел. И вот выбора кандидатов от национал-демократов. И мне нравятся вот эти, потому что здесь есть стабильность неделю. То есть здесь выбор между вот этим парнем и вот тем. Здесь, конечно, фабрики и темпы исследования как будто приятны. Но все-таки стабильность неделю, это прям позволит нам 100% иметь 100% стабильности. Так что Франтишек Мареш это человек для этой работы. Да что-то социал-демократы. Честно говоря, мне там уже плевать. Поэтому поставим как поставим. Здесь мы свою партию в голове уже выбрали. Где-то от Агрария. Давайте вон тоже дефолтные какие-то берем. И у нас НДПЧ. А это как раз таки наша партия. Поддерживает удивительную подбезу. Соврем всем дают всего лишь 5%. Да. Всего лишь 5% популярности. Что не так много на самом деле. Но с фокусом, по-моему, только что обновились. Или что? Был подлак сильно большой. Ну ладно. И в принципе, в принципе, учитывается то, что у всех партия очень маленькая поддержка. Но она у всех, знаете, разбросана по всем. Опять процесс даже нормальный. Но сейчас мы, вон, нарастим себя побольше. Остается радио Прага. Сейчас мы будем поднимать национальности наши чешские. В бой. Как победа есть, можем еще взять вот эти фокусы. Это ресурсы вольфрам, которые мы покупаем. И сталь. Но вообще, наверное, нет. Это всего лишь одна фабрика нам сэкономит. А вот это, наверное, да. Это тоже, наверное, нет. 35 дней слишком долго. Ага, я видно, заберу за работой. Разведывательное управление Австро-Венгерской империи направило агентов вмешаться в наши выборы. Вот они какие. Ужас. И чешская, так, политика СНД. Националистическая партия в Чехии. Ну да. Здравствует Стрижбранный. Ну почти правильно сказал. Хотя, по-моему, мы выбрали как раз-таки другого, да. Мореса. Там был выбор. Выборли, по-моему, другого. Но ладно. Вот еще немецкий фронт появляется. А в России фронт, ну как-то так себе показывается. Потому что именно вот эта Россия, это как бы основная Россия. Вот здесь вот бафы против нее прошли. Но все еще здесь есть какие-то бафы. И фронт такой, ну, не знаю, напряженный. Для Ишки, я бы сказал, достаточно тяжелый. Хотя, количество, конечно, дивизий, они должны в итоге побеждать. Я думаю. Я думаю, справится вот эта Россия. И сможет объединиться. Итак, у нас на первом месте у нас есть. Давайте получим себе фабрики. Это очень неплохо будет. И что-то по черному понедельнику. А тут особо-то почти нету ничего на черный понедельник. Вот здесь вот есть. А, ну мы как раз это и возьмем в следующем. Получим фабрики, еще какие-то бафы. По мерчам сейчас наберем себе неплохо так построенных домиков. Если что, по промышленности. Мы как бы, ну, больше Австрии. Неплохой такой субъект, правда? Кстати, есть смысл на фоне этого поделать истребителей. Потому что, ну, у Австрии-то истребителей не будет. Следовательно, а почему бы и нет, если как бы... Да. Просто я решил немножко сэкономить и сделать как-то, наверное, вот так. Не ставить сюда два двигателя, не ставить... Потому что, видите, это слишком дорого увеличивает стоимость. Ну, чуть-чуть поэкономнее. Не два орудия, а одно. Как-то вот так. Давайте, да. Потратим немножко военных заводов на авиацию, потому что никаких наших соперников... Ее практически нет. И даже небольшое преимущество в воздухе. А у нас оно уже, кстати говоря, некоторое есть. То самое интересное. То есть, да, Чехия, как бы, Багемия здесь очень сильна по сравнению с другими субъектами. Мы уже сможем получить зеленый воздух, возможно, как минимум желтый. И иметь бонусы в нашей пехоте. Итак, наконец-таки придет конец декабря, и у нас вот этот вот дебаф пройдет. Он нам очень много накидывает плохого. Политка убирает, поддержка войны стабильность снижает. Чуть-чуть оттем. Ну, конечно, черного понедельника хотелось бы в основном избавиться. Тем не менее, мы сейчас очень много фабрик наберем. Просто посмотрите, здесь фабрики, здесь фабрики набрали. Сейчас военные заводы еще тоже соберем. И чек исследований, куча инфраструктуры, просто тонна. То есть, ну, реально Чехия суперсильная. Наверное, из всех вот этих вот стран, Чехия реально самая-самая сильная. А еще тогда с нам людских ресурсов, что значит, что у нас будет еще где-то примерно две дивизии, наверное. Что вполне себе подходит уже к каким-то таким приличным числам, я вам скажу. У нас даже есть хороший фельдмаршал, если что. У которого здесь можно как раз взять мастера снабжения. Ну, не знаю, прорыв, наверное, хотелось бы. Но, действительно говоря, прорыв нам не так нужен, как атака пехотной дивизии сюда. Так что мы возьмем прорыв уже следующим его перком с четвертого левела. И ура, у нас делается 10 истребителей в год. Не то чтобы много, но на 10 больше, чем у Австрии, я полагаю. И посмотрите, как много у нас соток по промышленности, да, по инфраструктуре. Просто шикарно, шикарно. То, что я могу сказать, это реально шикарно. Хоть и слотов не так много, но вообще и не так мало. Мы еще техи закачаем, у нас еще какие-то, возможно, по фокусам будет. Нормально. Жить, как говорится, можно. И распространятся слухи о том, что, я так понимаю, это какой-то еще партийный деятель наш имеет сифилис. То есть, любопытно, зачем нам это знать. Но, допустим, наверное, возьмем сразу стабильность недели, чтобы побыстрее она к нам капала. Ну, в Америке вошла гражданка, кстати говоря, в марте 37-го. Не самая ранняя гражданка, но и не самая поздняя. И также, я думаю, будем делать, какие есть, супер. То есть, дешевые, ужасные, но тем не менее, рабочие штурмовики. Думаю, один военный завод не сильно больше. Нам вообще надо пехотки чуть побольше сделать. Так, нас приглашают в Аугслейх. Кстати говоря, а... Я так понимаю, да, декларация у нас будет попозже. Окей. Мы ведь можем немного усилить по гемско-немецкий режим, не так ли? Не знаю, что я выбрал, но звучит интереснее, чем покорно просто прийти. А еще я подумал, что было бы неплохо потренировать нашу авиацию. Топливо у нас бесконечное для нашей страны, да? 84 добыто, но практически остается 42 единицы нефти. И, ну, да, это очень много для Чехии, которой обычно, как бы, казалось бы, ничего не должно быть. Но нет, это примерно на 80 больше, чем во Франции. Либо в Германии тоже там почти ничего нету. А у нас есть. О, смотрите-ка, вот оно. У нас есть вот эта вот короткие проблема, которая ячейки у нас, да, отнимает. А нет, точнее, проблема... При звуке войны. Да, звуки войны действительно не то, что были, они и правда есть. Венгрия хочет что-то там добиться. Пускай добивается, я не буду ей мешать. Как бы хочет добиваться, значит, есть чем. Потому что мы скоро тоже будем своих вещей добиваться. Отлично, так вот, здесь мы получаем максимум фабрик в регионе плюс 10. То есть, да, постепенно-постепенно мы это уберем. И учитывая, сколько у нас тут ячеек появится с этим, под 100% инфраструктуры мы застроимся просто безумно мощно. Как же классно, когда у тебя все просто по фокусам надавали. Если что, такое ощущение, что Австрия только потеряла промышленность. Может, там под черным понедельник какие-то ивенты или что. Либо венгерские они потеряли часть, да, какой-нибудь, не знаю, субъект им передавал. Но теперь у них буквально в два раза меньше, чем у нас в военной промышленности. И фабрик меньше. И как они могут себя называть лидером в этом случае, верно? Институт, что я выпускаю, это опыт для наших генералов в этой войне. Но я думаю, что все-таки нам чуть-чуть поважнее будет какие-то ресурсы накопить побольше. У нас ресурсов и людских, и как бы снаряжения намного-намного меньше. Кстати, я думаю, можно мобилизовать население, с одной стороны. А с другой стороны, можно было бы поставить себе уже на плюс опыт. И, наверное, я это и сделаю. Потому что дактирину побыстрее закрыть намного важнее все-таки. Сербия делает против нас КБ. Я так понимаю, Сербия на какую-нибудь Иллирию хочет напасть или что? Дайте мне стать независимым. Я не могу стать независимым пока что. Мне надо еще по фокусам дойти. Не спешите, мир, мир остановись. И вот мы полностью уберем немецко-чешский раскол, что еще на 15% фабрик в регионе даст. И там минус военнообязанное уберет, и минус ТНП уберет, и минус политика, и минус стабильность. В общем-то, прелесть невероятная. У нас еще и ставка вот здесь вот тоже растет солидно. По 0.3 в неделю. Страна просто расцветает на глазах. А тем временем сибирская армия движется на запад. Пока Россия здесь ослаблена, Волчак решил атаковать. И в принципе не зря. Тут Россия действительно очень напряжена. Ну и походу все. Венгрия тут Будапешт сдала. Какие-то еще мелкие войска остаются. Но в целом я думаю да. Венгрия все. Вставляем все на волю Австрии, конечно. Я Австрия решила поделить Венгрию еще на несколько стран. Унизительно для венгров. А смогут... У них новый фокус какие-то появятся или нет, кстати говоря. Пощущениям нет. Пощущениям в итоге все останется как осталось. Ну, для нас это даже какое-то облегчение. Они потеряли снаряжение, войска. Иллирия действительно начала войну с Сербией. Что значит, что и... Нет, нет. Только Иллирия. Все еще локальный конфликт. Но по ощущениям в Сербии все. А Болгария как будто даже сможет победить в этом конфликте. Что обычно у них не удается. Но вот в такой войне, когда еще Сербия на запад войска перевела, очень даже это возможно. Да, Сербия капнула. Остается лишь тут Румыния, Османы и Греция. Конечно, все еще у Сербии. Точнее у Болгаров. И так все окей. Ну, уже хотя бы есть шанс. А, так Иллия и Иллирия все это время будут упугать. Ну да. Они реально могут победить. Вообще, я играл за Болгарию. Против Ижек, конечно, игроком будущего победить не сложно. Нужно просто достаточно правильно распределить свои дивизии. Но Иишки, конечно, могут быть некоторые проблемы. Тем не менее, я думаю, она справится. Особенно в скором времени у Османов должен восстать Восток. И я думаю, после восстания Востока уж точно там все подорвется. Ой, можем все сделать вольфрамы и алюминий, которые мы покупаем. Очень неплохих количеств покупаем. Давайте это и сделаем. И мы еще 1% военного населения получим. Еще военные заводы. Сейчас еще укрепление, поддержка военной. Господи. Но реально страна просто посмотрите на это. У нас будет, ну, я думаю, 2 армии к началу войны. И по промышленности мы уже очень сильные. Красиво. И вот Бакимия вот-вот будет готова. Австрия просит. Реинтеграция? А в чем разница между вот этим? Если случай сохранился, я не хочу терять лишние две сотни, а что если нет? Ну, мы-то готовы к войне Австрии. Ты не подумай. Кто-кто, а мы точно готовы к войне. Уже давайте планирование будем как раз набирать. И сюда спавнить дивизии еще. Я пока все еще оставляю их под одним генералом, чтобы они просто стояли на месте. Потом, как начнется война, распределим их по армиям и генералам им поставим. А что если нет? И в итоге ничего не произошло. Ну, нормально. Сейчас мы вот до сюда дойдем. Как бы делаем все как надо. Не будем спешить с, как сказать, облиянием войны. Это немножко, кстати говоря, сделает вещи чуть-чуть тяжелее. У них, видите, промышленность поднялась. Тем не менее, у нас все еще есть авиация наша. Я тут скоро еще и самолетики буду обновленные делать. Вот это исследую и начну. И в целом, да. Намного-намного мы себя чувствуем приятней. И поехали на декларация на Вацлавской площади. Ой, мы короткие передачи получили. Супер. Кстати, наша армия выросла настолько, что нам теперь не хватает поездов, что наводит меня на мысль, что надо хотя бы один военный завод отправиться на поезда. И Украина обосновывает цель войны против нас. Что? И смотрите-ка, мы станемся верны чехословакизму. Потому что у Чехии там чуть-чуть другие фокусы будут. Так что давайте, чехословакизм спасен. И наши новые самолеты вводим в бой. В эксплуатацию, точнее. Потому что боя еще на самом деле нет. И что там, кстати говоря, насчет восстания, когда он там будет? Базу можно поставить, кстати говоря, алюминий. Да, нам пригодится на самом деле. Я понял, вот здесь, да? Да. Война по гейме, это оно. Так что дойдем до этого фокуса и пойдет. И опять Украина делает пресс-наз-кб, непонятно что. То, видимо, какие-то фокусы против, может, тут чего-то или тут чего-то. Хрен его знает. Вроде как будто не делает. Падение Петрограда ужасно. Кстати говоря, он реально сдает Россию. Ну, не знаю, вот с как-то Дальним Востоком прям ситуация реально становится опасной. Потому что, если этих еще, ребята, они как-то могли сдерживать, наверное. То, если еще и Дальний Восток с Востока атакует. А тут самое главное. А, Сибирская война, наоборот, дает им бафы. Слушайте, ну ладно, таким вот темпом, как будто, может, еще и есть шансы. А вот так. Но сейчас в какой-то момент будет наоборот. Вот здесь вот тут дебаф, а тут дебафы. Тогда станет страшно. Ну и начинаем мы богемскую революцию. Но продолжим мы ее уже только в следующей серии. Так что вы обязательно продолжайте оставлять комментарии, лайки, вступать в Дискорд, подписываться на Твич. Все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Пока.